Итак, в прошлой серии. Нам снилось море и как мы шли на яхте. Проснувшись, мы готовили яхту, дабы сбылись наши сны. Побывали на мысе Каро и в его водах, потусили с французами и обрели нового друга по имени Мартигас. Да, попугай у нас был самым что ни на есть социальным. Клетка ему была не нужна. Он целыми днями летал, гулял вокруг нас и все пути вели к человеку. Единственное, что мы решили вопреки свободе, это закрывать его в лодке, когда куда-то уходили. А то у нас в порту гуляли два котика, а бродячие котики с попугайчиками несовместимы. По традиции начну с наших потугов в стремлении выплыть из Франции и наконец ощутить на наших лицах легкий бриз, услышать шум волн. Так вот, оказалось, что у нас трещина в мачте. Мы ее сняли, Сережа бахнул алюминиевую латку и установили ее назад. Далее надо было разобраться с парусами. Был бы кайф, если бы мы отсюда уехали в первую неделю. На самом деле, и на согласительственную машину. На самом деле, да. А сейчас идет четвертое уже. Знакомьтесь, это Игорь, наш капитан. Пока что он управляет яхтой в марине на сухом каркасе. И от этого ему не весело. В дальнейшем планирует не обходить грабли и наступать абсолютно на все, что имеются на пути. Как, например, с этим парусом. Оказалось, что он порван. Паруса у Игоря на руках больше пяти недель. И только сейчас стало известно, что с ними беда. От этого ему еще не веселее. Но у каждого свой способ набивать бока. Поэтому не нам судить. Три паруса, все по каким-то причинам не подходят. Снова время. В общем, у нас нет стакселя. И чтобы установить стаксель, надо переделать грот под стаксель. Это непонятно вообще, сколько еще времени займет. Что ты думаешь об этом всем? Расскажи миру. Об этом безобразии? Да. Что в этом мире никому нельзя доверять. Если ты что-то сказал и пообещал, дели на два. Минимум на два. Да. И лишний раз перепроверить не мешает. Вот. А из всего надо извлекать положительные уроки. А как извлекать положительные уроки из всего? Вы можете узнать в Сережином марафоне, как не делить на два то, что вам обещали. Это я так шучу. Нет никакого марафона. И на этой прекрасной ноте мы перейдем к приятному. Наша охота в озере Итандабер и фридайв на мысе Каро послужили нам триггером. И мы начали локально путешествовать. Мы снова выезжаем из портов на мыс Каро. Мы едем туда с целью донырять ту бухту, потому что мы обнаряли процентов 5 ее. Еле-еле зацепили. И там было очень интересно. Огромные валуны и туннельчики. Так что ждем автобуса. Надеюсь, доедем. И еще больше надеюсь, что мы потом оттуда уедем. Потому что тут инфраструктура с автобусами в принципе понятная. Но мы первый раз это делаем. Поэтому посмотрим, что будет. Из приятных новостей для нас. Весь общественный автотранспорт в период летних каникул бесплатный. По всей коммуне Мартик. Успех. Мы добрались. И сегодня море спокойное. Думаю, прозрачность будет получше. И мы кайфанем. Это мы так думали, что вода будет чистой. Но вода была мутнее, чем в озере Итандабер. И для Средиземного моря это полный абзац. Оказалось, что ветер хоть и ослаб, но сменил направление. Надул мутной воды из дельты реки Рон. И пресная вода осталась в верхнем слое. Но под ней было то, зачем мы сюда приехали. А приехали мы сюда за прозрачной водой. Крутым рельефом. Как оказалось, за самой большой морской звездой, которую мы встречали. Внести свой вклад в очищение Средиземного моря. И разделить это место с дайверами. Как это было, можно посмотреть у меня на канале в отдельном ролике. Ссылочка в описании к видео. А нам пора на базу. Мартик заснул. Мы в очередной раз провели солнце за горизонт. Порешали наши бытовые предберложи и дела. И легли на подзарядку. Привет. Мы все еще на лодке. И думали сегодня поспать. Но так как вот это вот животное нас разбудило. Мы едем на мыс Миджан. Это мы так думали, что поедем на мыс Миджан. Так же как думали, что купили билеты на 11.06 утра. А выехали. 13.06. Какая-то непруха. Мы пока не разобрались, как и куда билеты отдать. Вокзал закрыт. Двери все закрыты. Поэтому, если с 13.06 не переведут на 14.06, еще попробуем поехать. Вокзальчик супермаленький. И работал там только терминал для покупки билетов. Наш рейс, как вы поняли, отсрочили на 2 часа. И мы искали, как их вернуть. Нашли контролера. Вернуть билеты нельзя. Использовать их можно только сегодня, в другой день нельзя. Поэтому едем. И по этой же причине мы не добрались до Миджона. Так как от нашей остановки добираться туда надо было еще около часа. А остановились нырять прямо на нашей станции, которая называлась вот так. Это такой французский дачный поселок. Просто очень элегантный, не мейнстримный. И огурчики тут явно ни у кого не растут. Прямо над скалами у обрыва выросли виллы. Наверняка с неплохим видом. А под ними то, что интересовало нас. В этой локации море нас встретило приличным разнообразием фауны, очень холодной водой и интересным рельефом. Проплыли мы около 400 метров к этому хребту. И назад. Окунуться с нами под воду в этом месте можно в отдельном ролике. Ссылочка в описании. Очередной закатик. Красивый кадр со мной. Типа я знаю, что надо делать с этим блокнотом и ручкой. В общем. Я-то готовлюсь вернуть вас к рутине с яхтой. Лодка обработана необрастайкой. Покрашена. Паруса зашили. Двигатель работает исправно. Следовательно... Наконец, нашу лодку забирают, чтобы спустить на воду. Это мы так думали, что нашу лодку забирают. После того, как ее подняли, мы не успевали закончить остаток работы в срок. А в Марине спуск яхты на воду идет строго по графику. Если не успели, ваша очередь передвигается на попозже. Поэтому... Жиром с каталкой уехал. И нас заберут и положат на воду. Через два дня. Опять ждать. Кстати, по поводу каталки. Расскажу вкратце, как эта штука работает. Жидкость в этих трубках под воздействием давления выдает механическую энергию. И транспортер для яхт приводится в движение. А управляется он вот таким пультом. Прямо как в детстве. Пульт есть, машинка есть. Только еще деньги приносит. Так что если вы заядлый игрок в приставку, можете отмазываться тем, что вы готовитесь к работе в порту. А по поводу двух дней ожидания не проблема. Мы нашли чем себя занять. У Жирома появилось свободное время, и в первый день ожидания мы поехали нырять у большого затонувшего корабля. Ну, это мы так думали, что будем нырять у большого затонувшего корабля. Но батарейки на GPS думали по-другому. Все работает. Как это все? Все супер в попыхах. По дороге остановились, потому что батарейка села на GPS. А без GPS добраться до места невозможно. Затопленный корабль находится прямо просто в середине моря. Не в буквальном смысле. Вокруг нету берега, нету ориентиров. Поэтому мы остановились в соседнем порту, чтобы купить батарейки. Если повезет, купим. Но нам не повезло, и батарейки не купили. А там надо толкнуться? Нет. В общем, двигаем нырять. Жиром повез нас в два места, где более-менее можно ориентироваться без GPS. Поэтому мы исходим из того, что есть. Примерно Жиром знает, где находится крыло самолета Б-52. Попробуем найти его и поснимать. Сейчас проверим, насколько хорошая видимость. Если видимость не очень, то поплывем дальше. Прозрачность тут не очень, так как мы находились прямо возле дельты реки Рон. Но нас вполне устроило, так как в Молдове мы ныряем иногда в Днестре. А там видимость в последнее время куда хуже. Что мы нашли в этой следующей локации, можно посмотреть в отдельном ролике. Ссылочка в описании к видео. Едем. Кстати, следующее место порадовало нас захватывающим рельефом. С первым днем разобрались. Перейдем ко второму. В 50 километрах от нас расположен достаточно известный город Эйксен-Прованс. И грех было туда не съездить, пока мы во Франции. Да еще и так близко. Эйксен-Прованс это столица римской провинции Нарбон в средние века. Тут родился французский живописец Поль Сезан. Здесь проводится ежегодно международный оперный фестиваль. Лавандовые поля. Но нам было пофиг. Потому что у нас было всего несколько часов. И мы хотели просто погулять, вкусно поесть и посмотреть город. Кстати. Новый наш французский знакомый сказал, что он и его окружение называют Эйксен-Прованс, Сексен-Прованс. И у нас была тайная миссия разобраться, почему его так называют. Доехали до вокзала и премся до фонтана Ротонда. Так, львы, дети на лебедях. Пока отсылок к сексу не наблюдаем. Достопримечательность фонтан Ротонда. Очень красивый. Когда работает, наверное, еще красивее. Находится у начала Миробао. Главной улицы городка. А у фонтана Ротонда мы нашли карту. И поняли, что мы идем на главную улицу Миробао. Главная улица была похожа на какую-то барахолку. Тут пел какой-то французский кавальеру. Белокурые женщины давали ему деньги. И мы решили, что с нас хватит. Поэтому мы свернули и сразу попали на такое симпатичное место. Вообще, весь город Эйксен-Прованс это симпатичное место. Узненькие улицы, как в Мартиге. Ну или в Мартиге, как тут. Красивейшие соборы. Пешеходные улочки. Сувенирные бутики, в один из которых мы очень удачно, кстати, зашли. И познакомились с Анной. Украинкой, отучившейся в Молдове. И по-молдавски даже немного? Не немного, в Варбе, Сквине. Ничего себе. Молодцы. Часто заглядывают? Русские? Русские, украинцы, белорусы, эстонцы были. Девочка одна будет сейчас на фестивале петь эстонка. У нас фестиваль лирической музыки. Она пришла с родителями. То есть, как певица у нас раз в году. Из всего мира съезжаются люди и поют оперы на языке оригинала. Классно. Анна нам посоветовала посетить еще пару мест. И мы тронули дальше. А вы, если будете в Провансе, забегайте за сувенирчиками в Maison de la Lavande, что переводится как «лавандовый дом». Вернемся к сексу в Провансе. Учитывая тот факт, что в городе сплошь бутики и рестораны, у нас появилась еще одна версия. Этот город похож на огромный шоппинг-центр с огромным количеством ресторанов. И это ровно то место, в которое поведет ваша дама вас в выходные. Сразу скажу, попытка была хорошая, но мы не попали. Расследование продолжается. По дороге сюда мы были одержимы идеей попробовать улиток и лягушечьи лапки. Да простят меня мои питомцы. Но мест в таких заведениях не было. Поэтому перед лягухами я чист, а мы присели просто, где было место. По поводу цен на хавку. Мы взяли ребрышки по-французски, сами не знаем, свиные или телячьи, или чьи, 16 евро. Я взял бургер Монтенью, Монтень, Монтень, Монт, я не знаю, насколько он большой будет, за 15 евро сейчас. Пишется Монтагнард, значит Монтаньор. Что-то такое. Первое, что попробую, ребрышки оператора. Огонь. Барбекушный такой вкус с дымком. Ништяк. Я думаю, деньги не зря дал. Булочка маленькая, сейчас попробую. Хорош. Итак, пока мы трапезничаем, раскрою вам секрет, почему ребята, с которыми мы познакомились во Франции, в шутку «Экс ин Прованс» называют «Секс ин Прованс». Оказывается, тут в университетах большая часть преподаваемых предметов, скажем так, традиционно женских. Поэтому сюда приезжает большое количество дам. Отсюда вполне логично, что тут женские общежития. И еще логичнее, что в выходные девчонки тусят. Думаю, ваши дедуктивные способности вас не подведут, и вы поняли смысл альтернативного названия города. Ну и вправду, смотрите, есть несколько кадров, куда ни глянь, человеческих особей женского рода куда больше, чем мужского. Даже на вокзале. К слову, наша вторая версия даже рядом не стояла. Мы решили, что город в шутку так называют, потому что он, ну, очень красивый. Ну а тема пищеварения на бургере и ребрышках не завершена. Колесоны. Это миндальные печеньки, которые делались здесь во времена очень далекие, когда люди болели чумой. И считалось, что эти печеньки помогают влечиваться от чумы. Естественно, это полубред, но мы обязаны помимо круассандов и чего-то вкусного попробовать эти печеньки. Ой, я возьму классическую, смотри, здесь разных цветов есть. Это ассорти, я же говорю. Ассорти. Можно и меня ассорти. Не сказал бы, что это лучшие печеньки в моей жизни. На любителя. Не, ну вкусно, конечно, но не на 16 евро. Я лавандовый. Мягенький из фиолетового и лавандовый. Ой, лавандовый такой еще. Такое ощущение, что духов из этих магазинчиков с сувенирами, духов себе набрызгал в рот. Лимон, чистый лимон. Как будто кожуру от лимона ешь. За белую сложно сказать, мармелад пикует. Интересно, зеленое что это? Вставки. Киви? Может быть, тоже какой-то цитрус. У них много этих цитрусов. Лайм? Думаю, лайм. А, ты взял? Угу. Еще. Какие, блядь, орехи. Фисташки, чуваки. Ужасно. Лимон. Я закушу лимоном все и пойдем дальше. Ну, меняю лимон на фисташках получается. Получается, меняемся. Круассаны. Мы во Франции, мы обязаны съесть круассаны. Пустой и очень вкусный круассан. Я сейчас сдохну, я пережрал. Очень много идет в животе. Иди, 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 иди. А, вот. Как-то так закончился наш выходной в Провансе, и мы вернулись в порт. Домашний краб. Он когда пузыри пускает, такие суперинтересные звуки издает. Как вы поняли, в порту заняться было нечем. Поэтому мы вышли на вечернюю прогулку в город. А тут, как-то слишком людно и активно, Дороги превратились в пешеходные улицы. По ним идут музыкальные марши. Проверили по календарю. Праздников в этот день во Франции нету. Поворачиваемся. А тут на мосту появляется целая толпа с каким-то непонятным змеем, другими музыкальным маршем и танцующей девушкой во главе колонны. Прикольно. Это змей на минималках получается. Оказалось, народ вышел на улицы поддержать местную команду по футболу. Команду города Мартик. В какой-то момент толпа остановилась и танцующая мадам во главе колонны, которая, по всей видимости, играла роль талисмана команды, сразилась в танце с черной девушкой из толпы. И есть шуточное предположение, что темнокожая девчонка является засланкой из команды Марселя, потому что Мартик на следующий день проиграл Марселю 3-0. Вообще, такая футбольная фан-база во Франции на локальном уровне вполне объясняет, почему французы так успешны в мировом футболе. А если отклониться от футбола, то люди просто молодцы. Нашли повод сделать красивый выходной вечер. Берегите природу и пейте воду. Продолжение следует...